В последнее время гендерные роли меняются. Мужчины все чаще сидят с маленькими детьми, а в самолетах голос первого пилота оказывается женским. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Принято считать, что женщина хуже водит автомобиль, чем мужчина, что она многого не умеет из того, что умеет мужчина. Ну и наоборот, наверное. Много умеет то, что не умеет мужчина и так далее. А это как-то объективно подтверждается устройством мозга? Или это просто набор навыков, которые приобретаются за жизнь? Ну вот феминистки бы вам сказали, разумеется, что это набор навыков, которые приобретаются за жизнь. Я, мягко говоря, не феминистка, но и самое главное, что это не так. Потому что мужской и женский мозг отличаются. То есть если у мужчин нейронные связи идут внутри левого полушария свои, внутри правого свои, и как-то они там пересекаются, то у женщин связей между полушариями гораздо больше. То есть я бы, может быть, метафорически так это описала, что социальная жизнь мозга у женщин более разветвленная. С большим количеством собеседников этот мозг готов внутри себя беседы вести. И это значит, нужно иметь коммуникационные навыки. Что на самом деле и происходит. Женщины лучшие переговорщицы. Это и сейчас уже про это говорят. Женщины очень ко многим видам деятельности способны, совсем не хуже, чем мужчины. Но когда дело выходит на сверхспособности или на какие-то выдающиеся умения, то тогда что хотите делайте, но мужчины женщин переигрывают. То есть хороших пианисток много, гилельсов что-то мало. А композиторов тем более. То есть там, где нужно прозрение, там, где озарение. Озарение и какие-то вот сверх выплески такие. Вот даже если мы оставим в покое музыку или искусство, что-то я женщин Леонардо не встречала. Вот нету этого. Ну, в общем, идея моя вот какая. Что не то, чтобы это совершенно разные миры, как очень часто говорят. Вот женщины и мужчины никогда не поймут. Это неправильно. Потому что индивидуальные отличия внутри обеих подгрупп, выражаясь научным языком, и внутри женщин, и внутри мужчин, они настолько велики. То есть есть сильные с мужским характером женщины, которые любого мужчину там вомнут в стену. Вот. И сколько хочешь истеричных, слабых, каких-то таких размытых, неявных характеристик в поведении, в характере, в мозговой активности, кстати, тоже у мужчин. Так что индивидуальные отличия перебьют групповые. Поэтому я бы все-таки не делила вот на эти две части. Еще мода была, и до сих пор сейчас остается, хотя уже все прошло, и про это известно. Говорить, что женщины правополушарны, они все больше эмоций, все больше про художество, булочки, платочки, а мужчины это вот инженеры, войны, математики, физики. Вот это все мифы, мифы и мифы. Даже на первый взгляд это кажется достаточно примитивным. Это, разумеется, абсолютно примитивно. Поэтому вот деление по профессиям, это абсолютно не годится. То есть вообще-то, говорю, оно не делится. Оно делится для медицины. Да. Если мне, например, какой-нибудь человек скажет, что что-то я последнее время, какие-то у меня фокусы. Вот я уже там 15 лет живу в этой квартире, и все время езжу на работу с такой-то остановкой. Вот уже неделю я хожу, я остановку эту не могу найти. Выхожу, не знаю, мне направо идти или налево. Это к врачу. Это точно говорит о том, что с правым полушарием что-то не то происходит. Потому что правое полушарие ориентируется в пространстве, времени, в лицах. То есть человек, у которого нарушены функции правого полушария, он не отличит свою сестру в шляпке и без шляпки. Понимаете? То есть у него шляпка, так шляпка. То есть ему вот эти инварианты не вынуть оттуда. Но это медицинская история. А мы говорим сейчас про норму, про обычный мозг без чего-нибудь там перерезанного или поломанного. Так что это не делится ни направо, ни налево. И это, разумеется, не делится на мужчин и женщин. Ну, может быть, еще потому, женщины лишены каких-то умений мужских, а мужчин и женских, что просто это было не принято в течение последних тысяч лет. Просто не принято, они не пользовались. Ну, скажем, ну, почему бразильцы хорошо играют в футбол? Не потому, что у них так мошка устроена, что они здорово попадают по мячу в ворота. А просто потому, что там был Пеле, и Латинская Америка, где была Марадонна. И после этого это стало настолько естественным, что все этим дико увлекаются и рождают большое количество талантов в этой области. Вы, разумеется, абсолютно правы. Но здесь еще можно добавить такую неприятную вещь, как обычная история с курицей и яйцом. То есть у них, они так прекрасно играют, потому что у них такой мозг. Это в продолжении одной из ваших передач про гены. Что переиграет? Гены или воспитание? Гены или внешняя среда? Или у них мозг такой стал, потому что они уже прадедушки, дедушки, папы, сыновья, внуки и правнуки играют в футбол. И это наложило отпечаток на мозг. Не могло не наложить по определению. Но это вопрос, на который ответа нет. Да, собственно, даже не так и важно. Важно то, что мы, может быть, это как раз не вредно всем и услышать, что не только мозг нас творит как личности по определению, потому что так вышло. Но и мы влияем на свой мозг. Наш мозг, его сложность, его изящество, его глубина. Вы же говорили, что мозг создан для того, чтобы учиться. Это его основная функция. Да, так мы... Зависит от того, что мы ему подсунем для учения. Понимаете? Если он будет читать идиотские журналы или решать простые задачи, то такой будет мозг. Не на кого жаловаться. На себя можно только жаловаться. Как всегда, безумно интерес, Татьяна Владимировна. Спасибо вам. Спасибо вам за хорошую беседу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok